Пусть Бог благословит каждого из нас. Хочу поделиться именем Иисуса Христа некоторым Словом Божиим. Сегодня хочу поделиться с вами прекрасным псалмом, всем известным 22. Давайте прочтем этот псалм. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего». «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя присполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь». Удивительный псалом. И этот псалом знает почти каждый верующий, потому что в этих словах он нуждается всегда. «Посмотрите, как интересно делает Господь. Он, как агонцев своих, когда мы приходим к Нему, направляет нас, чтобы укрепить души наши. Он вокруг нас делает все тихо и спокойно, потому что вводит нас к водам тихим. И чтобы мы могли жить, тратить мало энергии, но чтобы у нас хватало духовной пищи, Он дает нам пашить. И самое интересное, что, держа за руку, Он ведет ради имени Своего к стезям правды. То есть, когда мы начинаем жить праведно перед Ним, это не мы, это Его сила. Это Он делает в нас и через нас. Нам порой кажется, что это мы, но это Он делает через нас. Да, мы праведны перед Ним, благодаря Христу Иисусу, но это Он делает через нас. И чтобы нам осознать это, сознавать это, и именно так мыслить и по тому правилу жить, Он позволяет резкое изменение. Вдруг, после пашити, после тихих вод, вдруг резко все меняется, вместо стези правды, если я пойду и долиною смертной тени. Кто не знает, что такое смерть? Это что-то ужасное. Никто не хочет умереть. В жизни человека Божия есть ситуация, когда он должен переживать эту смерть. Он должен пережить присутствие смерти, эту тьму. Он должен проходить эту долину. Для чего? Чтобы приобрести богопознание и самопознание. Они идут вместе. Богопознание в том плане, что источник нашей жизни – это Бог. Источник жизни, источник нашего здоровья, источник нашего успеха, духовного и физического – это Бог. И чтобы нам это осознавать, вдруг резко появляются бурные воды, бесы окружают нас, смерть везде падает. И нам ужасно, потому что мы не переживаем присутствие Бога. Однако, в 17 главе книг Деяния Апостолов, в проповеди в Афинах, апостол Павел говорит, что Бог недалеко от каждого из нас, что Он дает времена и сроки, и чтобы люди искали Его. Бог хочет, чтобы люди искали Его. Когда тебя никто не ищет, значит, ты никому не нужен. Никому. Но когда кто-то тебя ищет, и адрес найдет, и номер телефона найдет, и знакомых найдет, найдет, потому что ты Ему нужен. Как ты думаешь, нужен ли ты Богу? Нужен. Нужен. Он находит всех. Он находит твой номер телефона. Он находит твой адрес. Псалмопевец говорит, что если я буду даже в аду, и там твой Дух будет сопровождать меня. Куда убегу от тебя? Бог не дает тебе убегать от тебя. Бог идет по тебе ради только одного, чтобы ты искал Бога. Искал Бога. Бог любит тебя. И поэтому проводит тебя этим путем. Там ты знакомишься, что такое Жизл и посох Божий. Почему? Потому что Бог стопроцентно благ к тебе, как посох, имеющий священство, как священник, как отец. Но стопроцентно еще, как Бог, требующий от тебя, это Жизл, обличающий тебя, но его любовь никогда, ни малейше, не иссякается, когда он обличает тебя. Там ты познаешь Господа. И понимаешь, что Бог может окружать тебя сотни и тысячами бесами. Он может окутать тебя смертью, но внутри тебя разжигает огонь жизни. Поглашает смерть тебя, поглашает. Бесы нападают, нападают, вредят с левой стороны, с правой стороны, вредят впереди, вредят сзади. твое прошлое, твое будущее, твое настоящее, они вредят. Но вдруг ты осознаешь, что никто тебя одолеть не может. Ты стоишь, стоишь в Боге, стоишь в Слове, ты молишься, ты идешь, ты ищешь, ты с Господом, и самое главное, что Господь с тобою. Ты осушаешь это и думаешь, что это такое? А это то, что это Божья праведность. Сначала ты думал, что это твоя праведность, а сейчас Бог дает тебе пережить собственную праведность. Я как-то сказал одному человеку, я червь, я никто. Он мне сказал, ты слишком высокого мнения о себе. Я говорю, как? Он мне говорит, ты говоришь, что ты чечв, а может Бог и этого не удаляет тебя. Я так подумал, а ведь серьезно, это оценка, зачем мне оценивать самого себя? Я, когда ценю себя, я все равно что-то не так скажу, или высокое мнение, или низкое. Когда другие оценят меня, точно так же это будет. Так оценка моя у Бога, так где был я и где был ты, когда Христос Иисус был дан за нас как цена высокая. Мы не понимаем, насколько мы ценны перед Богом, насколько драгоценны мивачах Господа. Мы это осознаем только тогда, когда проходим ад. Когда Бог окружает нас бесами, именно тьмою. И ни один бес, и весь ад не могут одолеть нас. потому что мы есть цена крови, Сына Божия Иисуса Христа. И слава Ему за это. Вдруг после этого сразу очередное действие Господа нашего, Отца нашего. Ты приготовил предо мной трапезу. Как? Пожить ушла. Тихие воды ушли. Среди правды ушли. Я есть путь. Уже по пути идешь. Я есть жизнь. Переживаешь жизнь. Я есть истина. Ты собой представляешь эту истину. Ты получается тот, который в себе вмешает Христа. и выражает Христос сам себя через тебя. И ты осознаешь, это не твоя праведность, это его праведность. И убеждаешься в том, что там, когда это была твоя праведность, дьявол мог чем-то повредить, что-то нарушить. А здесь у него не получается, потому что эта праведность не твоя, а праведность Христа. И он ничем не может повредить. Как это прекрасно! Так же и твоя святость это не твоя, это святость Бога. И ад не может никоим образом опорочить это. Не сможет. И он приготовил пред тобой уже не пажить, а трапезу, как перед своим сыном, а ты сын Бога живого. Ты сын царя, ты царевик, царь. Ты дочь великого Бога. Ты царица перед Господом. Слава Господу! Это Его имя, это Его Дух Спитой ведет нас. Перед врагами твоими, перед всеми трудностями твоими Бог дает тебе помазание. Те те, которые хулили тебя, уничижали тебя, потому что их употребляли эти же самые бесы, а не часть этой тьмы вдруг перед их глазами Бог возносит тебя, прославляет тебя и дает тебе иметь участие в его славе. Это так прекрасно слава Господу. И Бог дает тебе понять одно, что это не временно, а продолжительно. Мне очень нравится, что здесь псалмопевец не говорит, что буду жить в Доме Господнем многие недели, многие месяцы, многие годы, многие века. Он говорит, многие дни, там, где твоя чаша преисполнена, чаша Господня, ты переживаешь каждый день, каждый день, потому что тебе Бог дал власть над днем, одним днем, над одними сутками, над двадцать четырьмя часами. Ты в этот день можешь всякое делать, и худое, и доброе, и властен в этом, и красота Бога в том, что Он не заставляет тебя этого делать. Он говорит тебе, как хочешь, так и живи, но тебе все равно придется отвечать. Лучше живи моей жизнью, лучше жить в Доме Господнем. Вот сегодняшний день, мой друг, нам, тебе дана возможность жить в Доме Господнем, пребывать в этом доме. И это славно, и это прекрасно, что Бог дал нам такую возможность. Так будем жить в этот день в Доме Господнем, и не будем выходить из этого дома. Слава Христу Иисусу, слава Троице во Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены. Аминь.